Добрый день, уважаемый президент, уважаемые коллеги. В 2012 году, когда фемтолазерная система LensX только появилась, для ее докинга с глазом применялся только жесткий интерфейс. Он представлял собой пластиковый кон с чашевидной выемкой для контакта с роговицей пациента. В 2015 году интерфейс обновился и поверхность для докинга дополнилась мягкой контактной линзой. В интерфейсах появилось новое название SoftFit или мягкий интерфейс. Целью данной работы явился сравнительный анализ клинических результатов факоэмунсификации катаракты с применением жесткого и мягкого интерфейса SoftFit на фемтолазерной системе LensX. Лазерный этап выполнялся нами на фемтолазерной системе LensX. Этап факоэмунсификации выполнялся на приборе Infinity. Нами было обследовано 171 глаз у 165 пациентов. Их средний возраст составлял 65 лет, срок наблюдения 6 месяцев. Обе группы пациентов включали в себя осложненные и неосложненные катаракты. В первой группе состояло 90 глаз, лазерный этап на которых выполнялся при помощи жесткого интерфейса. Во второй группе на 81 глазу применялся мягкий интерфейс. В до- и послеоперационном периоде обследование проводилось по стандартной схеме. В обеих группах присутствовала такая патология, как подвывихи хрусталька различной степени, псевдоэксперативный синдром, миопия средней и высокой степеней, а также оперированная компенсированная глоукума. В обеих группах плотность помутневшего хрусталика варьировала от второй до четвертой степени по бурат. В обеих случаях предоперационные данные имели сопоставимый характер. В ходе операции на первом этапе проводился докинг. Хирург центрировал зону капсулорексиса и роговичные разрезы по лимбу, выбирал степень фургментации хрусталика. Дальше начиналась эмиссия лазера. На этапе докинга в первой группе с жестким интерфейсом отмечались кладки роговицы. Во второй группе их не наблюдалось. Во второй группе капсулорексис обладал свободным краем и круглой формой. Этап фургментации проходил без осложнений и выполнялся полностью. Роговичные разрезы скрывались без каких-либо трудностей. В первой группе с жестким интерфейсом иногда наблюдались соединительные тканные мостики в области капсулорексиса. Фагофургментация не всегда была полной. Роговичные разрезы иногда не скрывались. В послеоперационном периоде в первой группе коррегированная острота зрения от 0,5 и выше была в 77% глаз. Во второй группе 85%. Благодаря хорошему контакту мягкого интерфейса с глазом, этап лазерной фрагментации выполнялся более полно и качественно, что позволило снизить общую кумулятивную энергию и общее время затраченного на факомодификацию ультразвука во второй группе. Можно выделить следующие преимущества использования мягкого интерфейса SoftFit. Это отсутствие складок роговицы во время фемтоэтапа, которое обеспечивало полное прорезание лазером капсулорексиса. При этом край капсулорексиса были ровные, нефистончатые. Происходит более легкое вскрытие разрезов роговицы и более полное разделение ядра хрусталка. Таким образом, применение фемто-лазерной системы в NSX при сопровождении факомодификации катаракты показало свою высокую функциональную эффективность как при использовании жесткого, так и мягкого интерфейса SoftFit. Однако, использование мягкого интерфейса за счет отсутствия роговичных складок во время фемтоэтапа обеспечивало более безопасное формирование капсулорексиса круглой формы со свободным краем, меньшее количество тканевых мостиков в области основного тоннельного разреза и парацинтезов и полное прорезание всех слоев хрусталиков при снижении общей кумулятивной энергии и времени работы ультразвука. Спасибо за внимание. Я думаю, может быть, мы отнесем вопросы на конец заседания, чтобы не затягивать его время. Поэтому большое спасибо, Илья Викторович. Мы вернемся к вашему докладу немножко позднее. Продолжение следует...